Всем привет друзья! Многие из вас знают, что такое Rust, но не все могут себе позволить в него поиграть. И дело даже скорее не в деньгах на покупку игры в стиме. В большинстве случаев у вас просто старый комп. И по той или иной причине вы не можете позволить себе купить что-нибудь получше. В таком случае у вас есть выбор, забить на эту игру, либо попробовать поиграть в Rust Legacy на пиратских серверах. А потянет ли ваш компьютер старый Rust? В этом видео я постараюсь дать ответ на этот вопрос. Заранее прошу прощения за качество съемки. Тестировать старый Rust я буду на ноутбуке с такими параметрами. Бюджетный процессор Pentium B960, 4 гига оперативной памяти. А так же одна из самых убогих встроенных видеокарт Intel HD 2000. И так, для начала давайте скачаем саму игру. Вбиваем в поиск Rust Legacy и находим какой-нибудь живой сервер. Например вот этот. Здесь же находим ссылку на скачивание. Я скачаю с Google диска, мне так удобнее. Тут есть несколько вариантов клиента игры. Все они рабочие, но я скачаю облегченный клиент без травы. Потому что видеокарта на ноуте реально слабая. Далее я скопирую игру на флешку, чтобы установить ее на ноут. После установки игры обязательно придумываем себе ник и вписываем его вот сюда. Все, Rust можно запускать. Тестировать я буду в максимальном разрешении этого ноутбука, а так же в разрешении 800 на 600. Ну что ж, начнем. Как видно из результатов теста, FPS при разрешении 800 на 600 держится в районе 40, а в разрешении 1366 на 768 в районе 30. Комфортно ли играть с таким FPS решать конечно вам. Но лично я очень удивился, что Rust вообще запустился на этой видеокарте. Кстати, кому интересно, у меня стоят модифицированные драйвера, которые работают немного шустрее стандартных. Ссылка на них и на саму игру будет в описании под видео. А на этом у меня все, спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А пока до встречи, увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok